Костянтин Скобельцин Он нам тему подготовил Система искусственного интеллекта Для повышения качества жизни Это, конечно, такая гордиозная тема И она серьезная И вот мы как бы начинали от АЗОВ И вот сейчас уже Как наша жизнь может быть качественнее Благодаря искусственному интеллекту Нам расскажет эксперт в области разработок Высоконагруженных информационных систем Он также является директором ООО «Научная студия» Так что, Константин, вам слово, приветствуем вас Коллеги, приветствую Спасибо большое Большая честь находиться среди таких крутых специалистов Тема сегодняшняя действительно довольно интересная Довольно обширная Это системы ИИ для повышения качества жизни Коллеги, мы уже около 10 лет на рынке Нашими продуктами воспользовались уже более 2 миллионов человек И мы, разумеется, ведем трекинг того Как люди с ними взаимодействуют Чем они занимаются Как они вообще взаимодействуют с нашими продуктами Какие вопросы решают И мы обнаружили, что на самом деле Самая-самая-самая сложная часть Это когда людям неудобно И в какой-то степени система начинает понижать Либо их самооценку Либо рефлексию о том, что они, допустим, что у них что-то получается Или что-то не получается И мы решили провести небольшое исследование То есть, как ИИ-системы способны улучшить качество жизни людей По словам, улучшить качество жизни, разумеется, требуются конкретные метрики И в данном случае Позвольте, я начну немножко из общих теорий И перейдем к непосредственно практическим вопросам Итак, самое главное, что надо понимать Что когда у нас есть современная ИТ То на самом деле Практически 90% успеха того или иного начинания Сключается в том Насколько качественны идут данные Насколько качественно они обрабатываются И, разумеется, насколько правильно из них делаются выводы Это так называемый data-driven подход Который здесь уже неоднократно скользь упоминался Мы его, разумеется, продолжаем Давайте посмотрим Как же у нас с вами прошел data-driven Вообще его маленькая история Я оставил только три наиболее таких интересных момента Значит, первый data-driven подход Это, разумеется, не самый первый Но просто он наиболее знаковый И все его знают, все его проходили Коллеги, это второй закон Ньютона То есть Ньютон использовал мат-аппарат Для того, чтобы предсказывать различные явления на бирже Разработал и вывел второй закон Ньютона Который все мы с вами, конечно же, знаем из школы Кто-то с удовольствием вспоминает Кто-то с не очень большим удовольствием Но, тем не менее, это факт Что это просто был подход на основе данных То есть был выведен фундаментальный закон Который до сих пор имеет место быть И до сих пор еще опроверген только на самых макро-масштабах Или на нано-масштабах Но, тем не менее, в нашей повседневной жизни работает Разумеется, из data-driven подхода Очень интересная вещь Это парадокс Монти Холла Ну, знаменитая игра, где у вас есть три двери За двумя есть какая-то ерунда За одним из них миллиард долларов, машина Ну, какая-то награда Вам предлагается выбрать одну из дверей Вы ее выбираете Потом вам показывают дверь, где не находится приз И вам надо принять решение Поменять ли свое решение на другую дверь Или не поменять И вот что интересно Вот здесь, как раз в этой задачке Наиболее показательный как раз находится тот момент Что наша интуиция не всегда работает правильно Что надо в действительности опираться на числа На вероятности И принимать правильные решения Какое, кстати, правильное решение здесь Коллеги, я вам озвучивать не буду Но я уверен, что многие здесь знают Из присутствующих Те, кто не знает Парадокс Монти Холла Добро пожаловать Почитайте, очень интересно Из наиболее современных трендов Которые существуют уже на самом деле давно Но давайте, допустим, возьмем Как раз у нас тема тут стартапа В основном очень часто упоминается Поэтому АБ тестирование То есть, грубо говоря Мы с вами берем И начинаем принимать решение Какой лучше квадратик Вот этот или вот этот На самом деле У кого-то из вас может возникнуть решение Что либо А, либо Б Но на самом деле Самый простой вариант Показывать половине вашего Допустим, половине вашей целевой аудитории Такой квадрат Половине другой целевой аудитории Такой квадрат А потом измерять метрики То есть, на то Как вот эти вот фигуры Воздействуют на вашу целевую аудиторию Опять же В данном случае Это просто оторванный от жизни пример Если вдруг кому интересно Welcome Почитать дальше Итак, у нас есть миллионы кейсов Когда у нас с вами есть большое количество данных Которое позволяет Придти к какому-то выводу Которое позволяет дальше Принимать какие-то судьбоносные решения Теперь Смотрите У нас есть набор данных Теперь эти данные надо как-то обработать Значит, поэтому Разумеется Человечество давно уже пытается Автоматизировать эту задачу С помощью различных алгоритмов И общая вот эта вот Супермашина, которую мы хотим получить Это искусственный интеллект Это некий аппарат Который способен понимать Анализировать Принимать знания И решать задачи Ну, на самом деле Довольно простое определение Смотрите Есть у нас на самом деле В данный момент Вот в данный момент развития На самом деле Сейчас, как правило Используется это машинное обучение И глубокое обучение Почему глубокое здесь написано изучение Потому что в Oracle было так написано Но мне очень понравилось само определение Значит, по большому счету Это приложение для решения Сложных комплексных задач Значит, машинное обучение Глубокое изучение Давайте немножечко Демистифицируем эти явления Коллеги Значит, машинное обучение В общем случае Это просто-напросто Такая, по сути Черный ящик В котором мы закидываем кейсы Где есть вводные данные Есть выходной результат И мы хотим Чтобы машина сама научилась Их определять То есть мы, грубо говоря Об нее грузим Грузим, грузим, грузим Грузим большие данные Грузим, грузим Она у нас научилась С какой-то долей вероятности Это определять верно Мы считаем, что мы победили Глубокое обучение Это когда у нас Несколько систем Соединенные параллельно И последовательно Друг с другом Также для решения Какой-то определенной Сложной задачи Значит Наиболее, конечно же Распространенной моделью В данный момент является Разумеется Это нейросеть Искусственная нейросеть Которая моделирует Работу нервных клеток Буквально Пару слов позвольте Для тех, кто будет Слушать это в видеозаписи Как эта вещь работает То есть у нас, например Есть фотокамера Какая-то картинка Каждый пиксель Подключается к своему Входному нейрону Это так называемый Внешний слой нейронов Далее идет Внутренний, значит Скрытый слой Несколько скрытых слоев нейронов И каждый нейрон Определенным образом Соединен с каждым из слоев В свою очередь Каждый из слоев тоже Каждый нейрон соединен С каждым из слоев И так далее И так далее И в конце концов Все выходит К выходному нейрону Который, значит При наличии сигнала На этом окончании Сигнализирует о том Что это, допустим То явление А не другое явление Или это обезьяна Ёлка Беж Без разницы То есть Это очень упрощенная модель Прошу прощения специалистов Если вдруг Оскорбил Но это на самом деле В общем случае Работает так Если вдруг Посмотреть поподробнее То на самом деле Любая нейросеть Это просто-напросто Вот такой реально Набор соизмененных элементов Наша задача Правильно подобрать Веса То есть, грубо говоря Насколько должен нажаться Вот сигнал И как он должен Преобразовываться С помощью какой функции И как он должен Передавать дальше Сигнал из себя Таким образом Чтобы данные Которые входят здесь Совпадали с данными Которые выходят То есть, с ожидаемыми Данными Которые выходят здесь Для этого есть Модель обучения То есть, модель Когда вот эти вот Алгоритмы Веса Подбираются Наиболее оптимальным образом Чтобы вот это соединение Было Имело минимальную ошибку Теперь, когда мы это поняли Мы Разумеется Можем сделать Следующий вывод Что качество Любого искусственного интеллекта На самом деле Определяется Вводными данными И на самом деле Алгоритмы Которые определяют Его дальнейшее развитие То есть, искусственный интеллект Это прежде всего Набор Входных данных То есть, даже Знаменитый чат GPT Они сами Рассказывали Что они моделировали Множество Множество диалогов Прежде чем Эта вещь научилась Что-либо делать Очень важно понимать Дорогие коллеги Что вот эти вот Шарики Искусственные нейроны Это по сути фактор И сейчас Многие нейросети Любят Козырять Как раз Этим количеством факторов Количеством Параметров Которые они исследуют По большому счету По большому счету Это как раз Количество Вот таких вот Нейронов Которые позволяют Определять Область Ну, какие-то данные Предметные области Дальше Вот как раз Эти параметры Кстати говоря Теперь Давайте Немножечко Деменсифицируем GPT То есть Что такое GPT GPT на самом деле Модели GPT По большому счету Это просто Т9 Это просто Т9 на стероидах То есть Задача GPT модели Это просто-напросто Предсказывает Следующую Какую-то Минимальную Единицу То есть Это может быть Слово Буква Словосочетание Или, например Какие-то Слоги Но самое главное Что задача простая Даем первое слово Она должна предсказать Второе слово Даем второе слово Она должна предсказать Третье слово В данном случае Запятая, например Третье слово Четвертое слово Пятое слово И так далее И на основании Как раз Большого количества данных Мы просто обучаем Модельку Максимально Максимально Правдоподобно Предсказывать Следующий Какой-то Символ Или слово Итак Теперь Когда мы с вами Определились С тем Что мы подразумим По словам Искусственный интеллект То есть это Система глубокого Обучения На основе Нейросетей В данный момент Разумеется Существует Много других способов Давайте пока Сфокусируемся на них Просмотрим На исследование McKinsey Обратите PricewaterhouseCoopers О том Как искусственный интеллект Будет развиваться дальше Значит Мы находимся здесь Как можно наблюдать Мы реально видим Небольшую плату Но В дальнейшем Действительно Примерно через 5 лет Как Дмитрий Предсказывал Будет рост Если Не будем контролировать То он будет Неконтролируем И будет Конец света Надеюсь Что нет Если контролируем То в принципе Будет относительно Линейный рост По Внедрению Системы Искусственного интеллекта В наше Повседневное Бытие Коллеги Но До нормального Недевиантного Поведения К сожалению Поэтому у нас Есть Правоохранительная Система И подобные Другие Системы Значит Наиболее Оптимальным Вариантом На самом деле Развитие Систем Это Разумеется Обучить К тому Чтобы Они Могли Оценивать Насколько Их действия Будут Правильными Или неправильными По отношению К людям По большому счету Нам нужно Создать Эмпатию Это если В широком Смысле А в узком Смысле Мы можем Просто Сейчас В данный Момент Создавать Микро Нейросети Которые Позволят Улучшить Качество Жизни Людей И Для того Чтобы это Сделать Нам нужно Проанализировать Во-первых Куда можно Двигаться Значит Есть Разумеется Несколько Сотен Я думаю Если не тысяч Монений Что же Такого Качества Жизни Но вообще Это просто Какое-то Понятие Которое Характеризует Эффективность Всех сторон Жизнедеятельности Человека То есть Например Финансовый университет При правительстве РФ Говорит Что это Продолжительность Жизни Социальные отношения Благополучие Познание Учет мнения Полноправное Участие То бишь По сути Право Голосы Доступ К разнообразной Информации И комфорт На условии Труда Разумеется Можно спросить Чат Джепети Например Что она Имеет Ввиду Качеством Жизни То есть Это Разумеется Снизить Риск Улучшить Точность Диагностики Заболеваний Автоматизация Оптимизация Процессов Повышение Уровня Безопасности Образование Оптимизация Энергопотребления Помочь людям С ограниченными Возможностями Развитие Транспортных Все эти параметры Что вот эти Что вот эти Они Неизмеримы Поэтому Мы Приняли решение Что если мы Хотим улучшать Наши текущие продукты Нам нужно Использовать Какой-то готовый Фреймворк К сожалению Мы не обнаружили Существующего Фреймворка Для анализа Качества Оценки Качества жизни Поэтому мы Начали смотреть Вопросников Самый Значит Довольно Объективный И нормальный Опросник Который мы Нашли Это Опросник Всемирной Организации Здравоохранения Называется ВОСКЖ100 Здесь Представлена В QR-коде Ссылка На этот Опросник Если вдруг Кому интересно Можете ознакомиться Заранее Кому не интересно Давайте По-быстрому Это пройдем Вместе И проанализируем Какие же Продукты Мы могли бы Создать Или какие Подсистемы Мы могли бы Добавить Для того Чтобы Улучшить Качество Существующих Систем Для того Чтобы Их пользователи Могли почувствовать Себя чуточку Лучше Потому что Как мы знаем С вами Во-первых Улучшение Качества Ощущение Человека Взаимодействия С каким-то Предметом Во-первых Это повышает Продажи То есть Это элементарно Экономический Эффект Но во-вторых Это повышает Именно Просто Удовлетворенность Людей Вокруг нас Ну а мы С вами Как предприниматели Как создатели Чего-то Нового Мы должны Стремиться Сделать Жизнь Людей Лучше Поэтому Давайте Приступим Значит Первый вопрос Который Выходит Вопросники Беспокоитесь Либо по поводу Физических болей Насколько Трудно Справляться С болью Дискомфортом В какой степени Чувствуете Что боль Препятствует Вполне Того Что вам Нужно Сделать А под боль Я так понял Здесь имеется Ввиду Конечно же Физическая Боль Но Грубо говоря Как мы могли Применить Систему Искусственного Интеллекта Нейросетей Для того Чтобы решить Вот эти вопросы Чтобы ответ На этот вопрос Стал чуточку Лучше Коллеги Практически На каждый вопрос Будет на самом деле Ответ Большие данные Потому что Без правильных Датасетов Без правильных Опросников Без правильных Каких-то Измеримых Параметров Нельзя создать Искусственный Интеллект В данный момент Который смог бы Решить задачу Более-менее Адекватно Значит Что мы нашли То есть Разумеется Мы снимаем Данные о том Что людям Больше всего нравится Что не нравится Когнитивно-поведенческая Терапия Это довольно Интересная вещь Это по большому счету Когда вы можете Вопросами С человека Снять определенный Вид Каких-то болей Разумеется Можно сделать Использовать Мета-оборудование Например Которое Позволит Каким-то образом Снижать Болевой порог То есть Можно например Придумать Какое-то устройство Которое Сможет создавать Электростимуляцию Которая будет Снижать Болевые пороги То есть Возможно Вам знакомо Что если вы Идете к какому-нибудь Стоматологу То этот человек Может сделать Какую-то операцию Ну какую-то Небольшую операцию Вы не почувствуете Боли Хотя он не сделал Укол Бывают же случаи Когда приходится Делать по 3 укола Все равно Неприятные ощущения Сохраняются То же самое Касается Медооборудование То есть Существует Специальное Тренажер Ну не тренажер Устройство Которое вы можете Допустим Прикрепить К своей мышце Болящей И определенные Операции Передаются На вашу мышцу И боль ушла Разумеется Телемедицина То есть На самом деле В потенции Прямо В пределе Телемедицины Это разумеется Огромный Супер Айджи Суперинтеллект Который Связывается С вами Смотрит Удаленную Камеру Снимает Какие-то Показатели И делает Выводы Коллеги Четыре Огромных Рынка На самом деле На которые Можно выйти И На самом Вот мы Сейчас Исследуем Как раз Проверяем Многие гипотезы Чтобы Возможно Здесь есть Что-то И разумеется Мы против Формов Игру Потому что Там личное Мнение Людей Которое Не всегда Правильное И практически Всегда Ведет К каким-то Деструктивным И неправильным Выводом Это Первые Три Вопроса Следующий Набор Вопросов Которые На самом деле Вот уже Лучше Подходят Для решения С помощью Искусственного Интеллекта И создания Модуля Который Можно Встраивать Во многие Системы Это Вопрос Утомляемости Утомляемость Усталость Концентрация И энергия Для повседневной Жизни То есть Здесь На самом деле Мы просмотрели Огромное Количество Исследований Но Наиболее Показательные На самом деле Исследования Компании Citrix И McKinsey Citrix Это система Которая Делает удаленные Рабочие Столы А McKinsey Это Крупная Система Которая Сейчас Называется Яков И партнеры В России Которые Исследуют Как раз Взаимодействие Поведенческие Паттерны Многих Сотрудников И они Показали Что В день Сотрудники Переключаются Между разными Приложениями Более Четырехсот Раз То есть Можете себе Представить Что вы в день Делали Переключения Четыреста Раз Раз Сорок Секунд Вы что-то Делаете Значит К чему Это приводит А приводит Это к тому Что существенно Снижается Качество Жизни Коллеги Многие Я думаю Не надо Мне рассказывать Насколько Это неприятно Быть Все время Отвлеченным В какую-то Сторону То есть Вы только-только Садитесь Например Писать текст Или какой-то Доклад Или какое-то Исследование Презентацию И так далее И так далее И вдруг У вас В Телеграме Или На беззвучке Или звучке Происходит сообщение Какое-нибудь Из какого-нибудь Чатика Вы читаете К вам адресован вопрос Но вы понимаете Что вопрос Допустим Не ваш И к чему Это приводит Это приводит К тому Что вы Просто-напросто Теряете свое время Плюс В среднем Каждое переключение Внимание Забирает Примерно Две минуты Вашего умственного труда На низком уровне И Может забирать До 40 минут Какого-то Умственного Фокуса В случае Если у вас Какое-то решение Сложной задачи К примеру Можете попробовать В уме Умножить 37 на 39 И початиться С кем-нибудь В Телеграме У вас это не получится Хотя вроде бы Задачи С точки зрения Арифметики Не сложные Значит Как решается Снижение Количества Вот этих раз Во-первых Рекомендательные системы То есть Это серия Google Яндекс Контекстная реклама То есть Теоретически На самом деле Если контекстная реклама В своем максимуме Должна позволять вам Экономить время К сожалению Пока что Не совсем так Google Ассистент В России Не так хорошо работает Но в США Если вы подключаете Google Ассистент Плюс-плюс Какой-то Супер навороченный Он может вместо вас Даже поговорить Как сейчас Современные Голосовые ассистенты На сотовых операторов Сирия Единственный способ Как Сирия Улучшает жизнь К сожалению Это только то Что она может Предложить правильное приложение И то не всегда И правильный маршрут Домой Или на работу Далее Также есть практика Осознанности То есть Это практика Которая позволяет Есть некоторые Искусственные интеллекты Которые сейчас Пока не имеют Правильного уровня Доступа Приложения Которые позволяют По уровню Вашей вовлеченности В текущую работу Включать Беззвучный режим Или даже Включать режим Игнорирования Внешних раздражителей На цифровых устройствах Для того Чтобы вы могли Достичь Результата Разумеется Большие данные Куда же без Больших данных Большие данные Это как раз Тот Супер секретный соус Который позволит Создавать Вот эти Параметры Которые позволят Вам улучшать Вашу жизнь В данном случае Будет иметь Даже место Персональные Большие данные То есть Система Например Которая Определит Что допустим По понедельникам Вы лучше всего работаете Если вы сидите На стуле Допустим Фирмы такой-то Направленный В такую-то сторону И если вы не будете Разговаривать В это время По телефону Но параллельно По телевизору Будет идти Какой-нибудь сериальчик Это реально Может звучит Как бред Но только Большие данные Скажут Насколько это Бредово Или не бредово Вообще Тема рабочая Я знаю Многих людей У которых есть Свои какие-то практики Чтобы войти В определенное Состояние потока Чтобы создать Какой-то код Ну и мониторинг Почему я так подробно Рассказываю Про эти четыре вопроса Мы проверяли Одну гипотезу И создали Даже в рамках Проверки из гипотез Свой продукт Фокус 24 Который позволяет Как раз Решать такие задачи Но сейчас Это уже переходит Потихонечку В систему Проведения онлайн Конференций Но это отдельная история Поэтому давайте Пока что Перейдем к следующему Набору вопросов Значит Следующий набор Вопросов Крайне определяет Качество жизни Это разумеется Мониторинг сна Значит Мониторинг сна Это на самом деле Очень большая проблема Потому что Сон Как выяснилось Это Ну примерно Треть нашей жизни И Вот здесь Конечно же Искусственный интеллект Способен Помочь нам Как ни что ни другое Из наиболее Показательных Что мне понравилось Это разумеется В Яндекс Алисе Когда Если вы вдруг Приобретете Яндекс станцию Перед сном Если вы делаете Какой-то запрос на нее То она Вам может предложить Какие-то там Сеансы осознанности Или какие-то Ключицы Звуки для сна И так далее И тому подобное Также есть система Компании Гармин То есть вы можете Их носить И они вам подсказывают Когда надо заниматься Спортом Когда надо Выполнить какие-то Определенные действия Чтобы достичь Каких-то Определенных результатов Ну и разумеется Коллегия Большие данные Это уже Соус Который даже Не буду Упоминать Дальше Вот здесь Суперточка развития На самом деле Суперточка развития Заключается в том Что у многих людей Проблема В самооценке То есть Уверенность в себе В данный момент Из области Искусственного интеллекта Мы нашли Только на сайте Тони Робинса Упоминание о том Что идет Создание У них Искусственного интеллекта То есть Искусственный Тони Грубо говоря Который будет Позволять Задавая некоторые Многие вопросы Делать какие-то Выводы И каким-то образом Мотивировать человека На то или иное направление К сожалению Дальнейших Знаний По этому исследованию У нас нет Поэтому ждем С терпением Что же это Чему это приведет Дальше Наслаждение жизнью То же самое Сейчас только Это можно сделать С помощью Предложения медитации И больше Никак иначе Оптимизм То есть Насколько сильно Люди чувствуют Безопасность Насколько сильно Люди чувствуют Себя Либо беспокойными А в данном случае Конечно же Конкретно ИИ Решить не может Может только Решить какое-то Устройство Или какой-то сервис Который будет Использовать ИИ Поэтому к сожалению Здесь я могу сказать Что это точка Точка развития Возможно Здесь есть рынок И эти Надо проверять Гипотезы Еще очень глубоко И очень долго Финансовые трудности К сожалению Единственными Сейчас Пользователями Искусственного Интеллекта В области Выполнения Решения Финансовых Трудностей Являются Коллекторские Агентства И агентства Которые Занимаются Высокочастотной Торговлей На рынке То есть Есть огромное Количество Компаний Сейчас у нас Которые Занимаются Высокочастотной Торговлей То есть Они создают Специальные Искусственные Интеллекты Алгоритмы Которые Позволяют Максимально Быстро И максимально Эффективно И безопасно Увеличивать Стоимость Активов При помощи Большого количества Операций В секунду Ну и Коллекторские Агентства Которые Разумеется Провозят Скоринговые Исследования Для того Чтобы определить Будет ли кредит Возвратным Или невозвратным И какую Правильную Поставить Ставку Для того Чтобы это Произошло Ну Так себе На самом деле История Честно говоря Давайте двигаться Дальше Надеюсь Что когда-нибудь Может быть С помощью Искусственного Интеллекта Решать Персональные Проблемы С финансами Ну и Коллеги Есть множество Вопросов На самом деле Которые Здесь Остались Они За кадром То есть Там на самом деле Более 100 вопросов Я сюда выставил Наиболее Показательные То есть Медицинское Лечение Уверенность В себе Способность Работать Насколько Вы удовлетворены Своей способностью Работать То есть Насколько Вы верите В себя И так далее И так далее И так далее Вообще Можете ли вы Работать В принципе То есть Такие вопросы Разумеется Уже Лежат Вне Компетенции Искусственного Интеллекта Это Насколько Искусственный Интеллект Сможет Здесь себя Проявить Это только Большие Данные Только Исследования Поэтому Коллеги Из тех Кто Здесь Практикующие Призываю Накапливать Эти Метрики И хранить В каком-то Открытом Источнике Данных Чтобы Другие Ребята У которых Более Светлые Головые Чем у нас И больше Времени Чтобы они Могли Используя Эти Датасеты Создавать Какие-то Продукты Которые Смогут В дальнейшем Улучшить Качество Жизни Разумеется Разумеется Таких Кадров Надо еще Обучить Значит Сейчас Как может Искусственный Интеллект Помочь нам Обучиться Разумеется Это использование Чарджа 5 Который К сожалению Запрещен Огромное количество Опенсорс Моделей Включая Опенсорс Модель Довольно Мощную Лама Которая Ушла Из Фейсбука Которая В частных Кругах Тоже Способна В принципе Давать Какие-то Результаты И здесь Конечно Довольно Сложно Их Разворачивать Они Работают На платформе Линукс То есть Здесь Надо Чтобы Кадры Умели Это Делать И Разумеется Надеемся Что Гинг-сервисы От Гугла И Яндекса Ну Еще Сбера На самом деле Но я Почему-то До сих пор Не смог Воспользоваться Гигачатом К сожалению Чтобы они Могли Позволять Создавать Какие-то Тоже Обучающие Платформы Которые Смогут Выстраивать Персональные Траектории Развития И Разумеется С помощью Больших Данных Можно Было Формулировать Наиболее Оптимальную Вариацию Наиболее Оптимальную Учебную Программу Чтобы Получались Специалисты Наивысшего Уровня За Наименьшее Время Опять же Это Очень Замечательная Точка Развития Рекомендую Если Вдруг Кто Ищет Темы Для Стартапа Здесь Приглядеться Коллеги А теперь Давайте Немножко Грустно Значит Вот Мы С вами Допустим Делаем Систему Искусственного Интеллекта И Допустим Мы Даем Задачу Найди Нам Целые А, Б и Что Многие Слушатели Сейчас Подумают Что Это Довольно Тривиальная Задача Потому Что Согласно Математическому Анализу Количество Таких Решений Составляет Бесконечность И Это Действительно Так Но К сожалению При Кажутся Простоте Задачи Если Мы Даем Эту Задачу Товарищу Чат GPD То Мы Получаем Ответ Минус 1 2 3 С Полной Уверенностью Эта Печатная Машинка Нам Сообщает Что Вот Это Правильный Ответ Но На самом деле Мы Сюда Подставим То Минус 1 Плюс 4 Это 3 3 Плюс 27 Это Будет 30 И 30 Не Равняется 33 Но Машина Поскольку Неправильно Интерпретировала Поставленную Задачу Дала Неправильный Ответ И В полной Уверенности Что Это Так И На самом Деле Даже Если Ей Сказать Что Ты Машина Неправа Она Говорит Ой Прошу Прощения Кстати Коллеги Тоже Прошу Прощения Тоже Почитал Неправильно Вот Она Говорит Прошу Прощения За Путанницу Неверную Информацию И так Далее Тем Не Менее Ответ Мы Так И Не Получили Самое Интересное Что Ответ Был Получен Спустя Несколько Сот Лет После Поставленной Задачи Бред Это Была Галлюцинация Нейросети Которая В данный момент Является Конечно же Большой Проблемой И Действительно Одна из Опасностей В том Что Машина Захочет Нас Поработить Еще Больше Опасно Что Машина Просто Где-то Что-то Посчитает Не так Создаст Фатальную Ошибку Которая Будет Несовместима С Жизнедеятельностью Человечества Поэтому Согласен Действительно Надо Следить Но Также Предлагаю Вынести Ну Предлагаю Создать Какую-то Какую-то Нейросетку Которая Способна Ну Или Хотя бы Будет Содержать Какой-то Минимальный Набор Параметров Отвечающих Именно За качество Жизни То есть Грубо говоря Вот Чтобы Например Беспилотник Не нападал На его Управляющего Или На систему Связи В беспилотнике Должен быть Контур Отвечающий За восприятие Эмоционального Например Эмоционального Фона Относительно Действий То есть К примеру Если бы Беспилотник Знал Что если Он Допустим Навредит И создал Какую-нибудь Там Допустим Финансовую Проблему То этого Лучше делать Не стоит То есть По большому Счету Нужно Писать Какой-то Модуль Эмпатии Или Хотя бы Набор Параметров Для Эмпатии Для того Чтобы Вот это Вот То что Мы Создаем Оно Позволило Дальше Двигаться В Созидательном Русле А не В Негативном Потому что Сейчас Коллеги На самом деле Наблюдается Действительно То что Какие-то Агрессивные По отношению К конечным Пользователям Действия Они Как раз Получаются Вследствие Того что В расчете Нету Просто параметров Отвечающих За гуманность В расчете Нет параметров Отвечающих За качество Жизни Если Вот эту Вещь Внедрить То тогда Качество Разумеется Принимаемых Решений И И Разумеется Их Какой-то Польза Для человечества Оно будет Максимизироваться Спасибо большое За внимание Здесь также Привожу Графики По Вложениям В область И По различным Направлениям Если вдруг Кому-то Будет интересно Коллеги Спасибо большое Константин Да Конечно Перед тем Как Тоже Быть В эфир Мне отправили Вашу презентацию И я Когда я ее Смотрел Думаю Так О чем Это О чем Это И сейчас Когда вы Все это Раскрыли Палитру Я Ну как У меня Сразу Зацепилось Таких Два Вопроса Первый Вопрос По поводу Эмпатии Да Борьба Уже идет Не за внимание А за близость И вот это Ну как бы Интеграция Искусственного Интеллекта И все Что связано С тем Чтобы Ну как бы Чек-листы Да По Диагностированию Человека В плане Его Самочувствия Здоровья Ну у меня был опыт По тайм-менеджменту Когда еще только Начинались Все вот эти Менеджерские Штуки И я Ну как бы Вот этот контроль Всегда веду Что так Что меня отвлекает Не отвлекает Где Я уже начинаю У меня там От какой-то Операционной работы Там Затекать шеи Еще чего-то Когда мне нужно Вставать там Кофе Не кофе пить И я Как бы Начала думать О том Что все же Мы разные И если Все будут Унифицированы С учетом Вот ну Такого подхода И все будут Ну как бы Вот оцифрованы Мы тогда Теряем компонент Вот этого Вот Творчества Вот этого Потока Ощущения Золотого ребенка Нет ли опасности В этом Вот по поводу Эмпатии И что Ну как бы У каждой ситуации Есть оборотная сторона То есть Ну как бы Имея такое Добрыми намерениями Вымещена дорога Как бы В общем-то Понятно куда Вот это первый вопрос И второй вопрос Он связан с тем Что когда вы затронули Аспект Связан с финансированием Ну как бы С финансовыми Да Решением финансовых вопросов Разве здесь Не находится ли Уже имеющаяся Блокчейн Криптовалюта И все что с этим связано Потому что там Ну как бы Код просматриваемый Он прозрачен Да Там есть своя тема Там и мошенничества И всех этих Ну как бы Пирамидных схем Но все равно Ну как бы Люди Определенным образом Уже ну как бы Ну определенный круг Научены этим И в целом Это хорошая такая Ну как бы Будем говорить Ну не хорошая Альтернатива Не хочу в политику Входить Но все равно Не является ли Блокчейн И криптовалюта Уже тем Механизмом Для решения Финансовых вопросов В плоскости Искусственного интеллекта И нейросети Вот два пока Таких вопроса Вам Да Спасибо большое Замечательные вопросы Но по поводу Первого вопроса На самом деле Это Именно как раз Тот самый тезис Который говорит о том Что внедрение нейросетей В наш Ну повседневный образ жизни Он повысит Требовательные требования К нашим скиллам Но на самом деле Повысит требования Не только к скиллам Повысит требования Еще и к тому На самом деле Насколько мы являемся Вот именно Уникальной личностью То есть вы можете представить Что например Каждый школьник Сможет рисовать Например как Пикассо Каждый школьник Сможет создавать Допустим Доказывать супертеоремы Как самый крутой математик Допустим Несколько сотен лет назад То есть И все получат в руки Вот эти суперинструменты И которые будут еще Мало того Что это суперинструменты Они еще будут Очень человека френдли То есть Каждый сможет им пользоваться Потому что у них будет Как раз Нормально адекватный интерфейс Это просто на самом деле Повысит требования Требовательность К людям Которые захотят Стать уникальными Потому что Есть даже давняя шутка Например Ну даже две Первая Это фраза Что я уникальная личность Как и все Это первая шутка А вторая шутка Что на самом деле Большинство людей Сейчас представляет собой Просто набор Клише Который они подчеркнули В пабликах И в любимых сериалах То есть А здесь На самом деле Вот чтобы оставиться Ну аутентичным Уникальным Людям придется Вдвойне Во-первых Прокачивать Скиллы По критическому мышлению Во-вторых Им придется Ну предъявлять Намного большее Требования К их интеллекту К их Вот этой вот Креативности То есть На самом деле Действительно Я согласен Это действительно опасность Именно поэтому Как раз Сейчас и притормаживают Везде искусственный интеллект Потому что Ну это просто легко Всех превратить В одну серую массу То есть Это будет не серая масса Как обычно все боятся Глупых там Людей Которые там будут Безвольные Без вкуса Без этого А наоборот Все станут Супер продвинутые Супер Это супер правильные Супер навороченные Но при этом Потеряют полностью Свою идентичность И это вызов Скорее для людей Чем для искусственного интеллекта Потому что искусственный интеллект Это просто технология Которая развивается А вот люди Которые притормозились В развитии Вот им Да Вот перед ними Сейчас будет стоять Действительно интересная задачка Это вот по поводу Первого вопроса Но это скорее Ситуация на самом деле И мнение Потому что у меня К сожалению решения На этот вопрос нет То есть Ну как можно дать Допустим Человек плохо Допустим Ну пишет код Да Вот Ну как я могу Заставить его писать Код лучше По сути никак Это его уникальность То есть Его уникальность Возможно в чем-то другом В какой-то другой плоскости Вот тут как раз Эту плоскость Придется им искать Это одновременно И вызов И опасность И одновременно Какое-то великое благо Похоже Я не могу Я не могу Сейчас пока это оценить Я прошу прощения Но здесь надо просто подождать Не хватает данных По поводу второго вопроса Значит Действительно С помощью блокчейна И криптовалют Прослеживаемость Многих транзакций Стала намного выше И При этом При этом Смотрите Можно купить Тот же самый биткоин Один день Он будет стоить 25 тысяч долларов На следующий день Он будет стоить 2 тысячи долларов Через день Он будет стоить 100 тысяч долларов И вот В данный момент В данный момент Выигрывают В основном От этого Те Кто способны Влиять на эту цену На эту стоимость То есть Финансы Это жестокая игра То есть Это не инструмент Это одновременно И инструмент И жестокая игра Особенно для тех Кто любит Спекулировать на рынке То есть Здесь В данном случае Возможно И Было бы как раз Его максимальное благо Было бы Если бы это было Системой Какой-то Торможения Как раз Спекулятивных действий Чтобы люди уже прекратили Наконец Обманывать друг друга Ну не обманывать Ну Обыгрывать друг друга И начали уже Наконец Создавать какое-то благо Потому что Сейчас Например Биткоин Или другие Криптовалюты Они Неизвестно Чем подкреплены Неизвестно Какая у них Реальная стоимость И Как это двигается дальше Единственное Что они дают Какой плюс Это только то Что можно Последить Куда уходят средства Это единственный плюс И то Даже эти Плюсы Уже сейчас Нивелируются С помощью устройств Ну вернее Сервисов Под названием Миксеры То есть Которые Берут Какую-то Транзакцию Потом Нарезают На сотни Тысяч Других Транзакций И в принципе Вся прослеживаемость Криптовалют Сходит на нет Только люди С супер Вычислительными Способностями Способны Давать Какой-то Реальный Результат Поэтому Тут Я считаю Что все-таки Вопрос еще Открыт По поводу Позитивного Решения На уровне Финтеха Но я могу Тоже сказать Что банки И система Вот эти Всевозможных Онлайн Онлайн Торговли Хедж фонды И другие Такие Институты Они на этом Отлично зарабатывают Потому что У них как раз Нейросети определяют Куда пойдет Тренд Как он пойдет Он вычисляет Людей У которых Допустим Они имеют Слабую психику Стрессоустойчивость Есть там Нейросети Которые Наоборот Ловят людей С сильной устойчивостью То есть Это целое направление Огромные деньги Там вращаются То есть Можете Например Загуглить Ренессанс Капитал Это компания Которая Под управлением Одного математика Зарабатывает Гигантские деньги У них Работают Умы Не хуже Чем в гугле Но их задача Одна простая То есть Зарабатывать деньги На Том Чтобы Торговать на рынке Различными Как бы Различными благами Вот А надо Чтобы это было Еще у частных Лиц в руках Не только У институтов Константин Вы как раз Таки Сейчас Объединили Вот У меня витал Этот вопрос Объединить Этику Экологичность Искусственного Интеллекта И Мы Когда Первый доклад Слушали Дмитрия Он как раз И говорил Что Капитализм И вот Собственно Здесь диктует Определенную Вот это Задает А разве У системы Связанной С искусственным Интеллектом С блокчейном Вот этот Коридор Сам блокчейн Он не является Классикой Если я правильно Тогда поняла Когда слушала Всю эту историю Что Проф Оф Ворк Это Классика Биткоина А вы говорили Уже Про Проф Оф Стейк То есть Это Фарминг Это Как раз Объединение Настоящих Денег А не Токенов С учетом Люди Там Реально Зарабатывают Раз есть Эти специалисты Которые Выявляют Благодаря Искусственному Интеллекту Самочувствие Человека Его Психику У маркетологов Раньше Такой Был термин Социально-демографический Портрет А теперь Можно уже Говорить О психологическом Стойкости Эмоциональной Его Возможность Критического мышления И так далее Разве мы не можем Используя Вот это Уже Соединить Поженить Вот эти Разработки И слушая Ваш доклад Предыдущих Спикеров Я являюсь Поколением Рожденной В СССР И для меня Все что вы Сейчас транслируете Говорите И с какой частотой И с какой Искренностью И с какими Такими высокими Материями Духовности Для меня Это просто Ну как бы Некий такой Оплот Что Все Все хорошо Ну как бы Здорово Что есть такие Как вы Такие вот Ну Радеющие За Ну как бы Будем говорить Компонент Духовности Вот разве Ну как бы Еще раз Поясню свой вопрос У блокчейна Вот В его классическом В виде Разве нет Вот этого Механизма Связанного С тем Что мы можем Ну как бы Создавать Реальность И ну как бы Объединять людей С учетом Уже этой Этики Да Вот ну как бы Экологичности И конечно же Ну строить Другую Будем говорить Ну Другие взаимоотношения Не связанные С кэшем И то что Ну как бы Вот порождает Вот да Вот Морковку Да За которой Все бегут И люди Ну как бы Становятся Рабами денег Вот Вот Вопрос Наверное По большей части В сторону Криптовалюты Разве там Нет этого Все-таки Коридора К сожалению Криптовалюта Криптовалюте Рознь На самом деле Вообще Блокчейн Блокчейн Это по сути Система хранения Данных Которая Является Децентрализованной То есть суть блокчейна Заключается в том Что грубо говоря Вот мы все дружно Заходим в эту систему И То есть Нету какого-то Центрального сервера Где Лежат все данные То есть Но При этом Все взаимодействия Финансовые Они остаются Прежними То есть Из кошелька А Сумма переходит Кошелек Б Из кошелька Б Кошелек С То есть А что стоит за этим Тоже неизвестно То есть Здесь как раз Юридическая еще проблема Стоит в области Блокчейна Ну вернее проблема Скорее Эта надстройка Чтобы в блокчейне Хранить Грубо говоря Право владения Право собственности То есть Это действительно Это тоже будущее На самом деле Это прям знаете Тема отдельного доклада Использование блокчейн Для улучшения Качества жизни людей Я вот вам прям гарантирую Можно ровно столько же Еще раз Рассказывать Не про нейросети А про блокчейн То есть Вообще да Теоретически возможно Использование блокчейна Для того чтобы улучшать Но еще раз Блокчейн это просто Система хранения Это как Ну как Яндекс диск Что ли То есть Просто который Не имеет Какого-то центрального Хранилища То есть Он распределен По многим 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 людям То есть И Он может так же Как нести благо Так и Например Хранить данные Например Личные данные Какие-нибудь Которые лучше не сливать Или там Хранить Какой-то там Супер неправильный список Черный список То есть Ну В Китае Например Там же у них есть Какое-то Сейчас Вот это Хранилище Где лежит Уровень Уровень О не Карма Как называется Забыл В общем Какое-то хранилище Где хранится Личный индекс Каждого Который может ему На основании его поведения Ограничить ему Те или иные права То есть Вот как раз Мы сейчас и сказали О том Что вот эта Унификация Человека Отцифровка Очень многих людей Особенно Того поколения Которые рождены С СССР И Ну как бы Ну будем говорить 45 плюс Для них это Некий такой кошмар Что ну как бы Этот дивный мир Да Вот антиутопия Она вот Ну как бы На наших глазах Она вот Может развернуться И Китай уже Определенным образом Демонстрирует Успехи В кавычках Вот в этом плане То есть И СБЕР Который От Калининграда До Владивостока Открывает Вот эти Учебные Вот эти Центры По изучению Искусственного интеллекта И уже там На уровне Чиновников Администрации Прием Прием Каких-то вопросов У администрации Сахалина Или Чукотки Я не помню Читала Что происходит Через искусственный интеллект Тогда зачем Мы тебя выбрали Чиновник Чтобы ты Чтобы с тобой Общались Через искусственный интеллект Понимаете Подмена понятий Уже инверсия происходит А мы вот Ну как бы Говорим о серьезных Интересных материях По поводу Эмпатии И так далее Поэтому я и свожу Что все-таки Может быть Через коридор Ну как бы Финансового Такого Института Нового Ну как бы Финансового Именно Называют Криптовалюты Да это отдельная тема Но я ее затронуна Потому что она у вас Была в докладе Да Описана отдельным слайдом Поэтому если Ну Равиль Закиров Посчитает Важным и интересным Это ну как бы Продолжить эту тему И у вас будет время Да на эту историю Мы можем это продолжить А сейчас ну как бы Мы как раз в тайминге Я благодарю Ну как бы Очень интересный Доклад И вы ну как бы Развернули это все В качество жизни Ну как бы да Тут много таких моментов Спорных Дискуссионных Я предлагаю Вот Равилю Ну как бы сейчас Тоже взять слово И его впечатления О всех наших докладах Вот его выводы Потому что ну как бы В основном Как бы я говорила Вот Равиль Ваше слово Ваше видение Вот чтобы мы потихонечку Приходили уже В нашу ситуацию По дискурсу Вот как мы можем Дальше Наш диалог Развернуть В КПД Субтитры сделал DimaTorzok